здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пененко и сегодня поговорим о прекрасном о наших детях потому что у этих детей замечательные учителя я с радостью представляю их у нас сегодня здесь в студии это директор гимназии номер 56 наталья борисовна мартирусова а также победительница конкурсного отбора на денежное поощрение лучших учителей регионального федерального уровня учитель истории и общества знания председатель муниципального методического объединения учителей истории и общества знания городского круга люберцы ольга николаевна егорова здравствуйте здравствуйте будем соблюдать дан как в армии по старшинству прежде всего наталья борисовна как вот не просто еще учительной в какой-то степени чиновник скажите что это за конкурс почему у него такое название денежное поощрение особенно тут хватает сразу изначально этот конкурс назывался несколько иначе он проводился в рамках реализации приоритетного национального проекта образования и служил для того чтобы поощрять лучших учителей предметников как и на предметников предметников которые показывают высокие результаты своей деятельности но с годами он менял свое название и вот в этом году собрал все что только можно до в этом название но у нас ключевой вопрос это денежное поощрение это реально денежное поощрение то есть как бы разыгрывается какой-то такой денежный да это безусловно реально денежное поощрение победители этого конкурса получают денежное поощрение от губернатора московской области и победители зрительного этапа конкурса да так же получает и от федералов этот министерство образования да когда надо по интересу сколько ну я не знаю это мы как ольга николаевна скажет потому что она у нас победитель представляете и московскую область прошла и потом вышла на федеральный уровень давайте начнем сначала не с этого история общества знания ну насколько я себя помню молодым и веселым то ну там математика геометрия понятно химия нас такой тоже предмет физкультура куда же без нее наше все а из к истории обычно люди приходят но на каком-то этапе там за 30 лет вы изначально хотели быть педагогом истории общества знания или какие-то случайности были вашей жизни педагогической вообще решение быть просто учителем я принимала наверное под воздействием традиции своей семьи я педагог в третьем поколении бабушка и мама были учителями начальных классов деваться некуда нет я просто видела эту сложность профессии изнутри я видела мама за тетрадками да я мил представление что это такое происходит да как это происходит ну и как сказать все дети мы все игры там игры тогда у нас были дамы были я кстати играла роли ребенка большей степени парша вы для будущего смотрели с их стороны как идет восприятие вот какой-то такой рубежный момент в моей жизни был именно девятый класс когда меня моя мама и бабушка видели именно учителя начальных классов но какая-то с малышами это вообще самое сложное что полное да и как бы обстоятельства были именно вот там поближе учиться там все понятно все знакомо после девятого класса то есть удобно в какой-то стиле удобно но на тот момент интуитивно и почувствовал что это не мое и в большей степени наверно определила вот специфику предмета мой учитель истории вот тогда учителя кстати иногда вот скажут что-нибудь и более того мне этот предмет очень легко давал все то есть химия физика отвлекали меня расчетами биологию я любила хорошо с ней у меня бы сложились отношения а вот все точные науки это требовал каких-то расчетов которые я не очень любила а история давалась очень легко я понимала ее изнутри я понимала что и очень любил смотреть новости да да ну потому что новость это будущая история да да согласна то есть вы теперь как говорили мы уж простите историчка ну прекрасно я еще вот такой вопрос адресуя наталья борисовна вообще это же призвание вот как это понять ведь наверняка одно дело учиться а другое дело работы когда приходят реальные дети дети меняются от года году от всевозможных событий вот бывает у учителей сейчас не про вас даже говорю от ощущения того что не моё и они уходят или наоборот они переходят знаете как второе дыхание открывается и они по-другому раскрываются становятся победителя вы знаете наверное бывает но мне посчастливилось работать в коллективе в котором этого не бывает у нас наш коллектив как я говорю это всегда такой живой организм который очень активно приспосабливается к любым ситуациям это продемонстрировали недавние события пандемии когда мы все буквально за неделю перевели полностью всю школу нас большая гимназия у нас учится более тысячи человек и до 46 классов и за неделю мы перераспределили все свои ресурсы возможностей перешли полностью на дистанции такой был стресс это был невероятный теле жизни точно к сожалению это невероятный стресс и до этого но я точно могу сказать что большая часть коллектива например зумом не пользу но да ну использовали skype там какие-то для себя до лишь сергей а в итоге было составлено расписание дистанционных уроков и они проводились по расписанию это пять баллов коллективу которые еще раз повторюсь до выставил это живой организм который приспосабливается к любым поднул влиянием вот извне но я так понимаю что немаловажную роль это я уже до рисую вопрос ольги николаевне это же дети потому что все одни за их как бы мы не старались не в семье я не знаю не в школе не в вузе все равно от них все зависит потому что иногда может быть как-то методику надо чуть-чуть поменять ну вот тем более что сейчас у нас вы еще как бы у вас куча правил куда за который нельзя выходить вот что ольга николаевна для вас дети что для вас ученики тем более они же у вас приходящие до пришел класс потом следующие потом они выросли ушли что это за материал как говорили советское время прежде всего для меня ученик это человек и мы стараемся ну по крайней мере я пытаюсь работе ориентироваться на потребности скажете у них там 30 сидит до в классе как вот вы как на каждого на 30 подчас да и очень важно владеть ситуацией в классе потому что ты заходишь не встают и вот тот самый вот те самые там полминутки когда ты оценишь обстановку в классе да 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 что приходит однозначно с опытом это не приходит сразу и вот как говорит как говорят у нас на персональном языке орг момент он очень важен на уроке смотришь мониторишь улыбаешься естественно без улыбки никак и дальше уже идет урок дальше идет урок и уже психологически и они видят тебя я вижу их и вот этот контакт визуальный очень важен в уроке в общем настрое урока насколько и иногда бывает что ты пришла с одним настроем да вот сейчас мы сделаем сейчас у нас тут все получится они хотят другого и ты уже вот перестраивая система и гибко и поэтому говорю да для меня важнее прежде всего ребенок как человек и сейчас модное слово да как личность и именно человек со всеми его потребностями как социальными так и физиологически я сейчас вспомнил что многие студенты и ученики школы они думают что когда особенно когда их много в аудитории они думают что или в классе думаю что но у меня конечно не заметят да там своими делами занимается и так далее а когда вот становишься сам до преподавателем видно же всех даже вот вот говорят третий глаз 4 5 мне кажется что учителя видит спиной до видит всем причем даже знаю что уже делает как смотрят что сейчас произойдет вот это действительно иногда это даже больше чем семья но мы еще как об этом поговорим потому что хороший учитель это не только хороший педагог это еще и хороший человек а людей нужно подбирать и наталья борис на я так понимаю что у вас какой-то идет ну отбор идет не только в гимназию до когда приходят детки но и отбор же преподавательского состава он и был и на она продолжается кто-то по каким-то причинам уходит кто-то приходит безусловно коллектив 1 обновляется учителя которые много лет отработали отдали нашей гимназии уходят на пенсию такое тоже есть и мы набираем молодых ребят есть вот сейчас просто всю жизнь говорят что я сам когда учился я учился бы на инженера и мы естественно встречались с девушками из педагогического факультета как положено вот и всегда то что он у сплошной такой женский вот сегодня педагог это понятно что звучит гордо и так далее но те знания которые даются педагогу можно найти вот золотые сливки как ольга николаевна которая у нас победительница стала или это с трудный такой процесс но вы знаете это процесса сам слова процесс здесь ключевое потому что приходит учитель молодой учитель в коллектив а начинается процесс процесс и восстановления как педагога безусловно мы не оставляем молодежь без своего внимания безусловно существует система наставник куратор стадо родственного наставничество это все есть и я вот всегда рада когда наши ученики выпускники нашей гимназии возвращаются уже в качестве учителей и у нас действительно в нашем коллективе порядка пятнадцати наверное уже сейчас педагогов это кажется бывшие выпускники плохое не придут правильно не вернуться да да вот коллектив сплоченный и дружный и ребят и вам приходится тех кого вы называли по именам называть по имени отчества безусловно с большим удовольствием мы это делаем это всегда очень радует но вот в этом году к нам пришло пришел один молодой специалист по целевому обучению кстати молодой человек говорят что мужчины это не идут мы двух приняли молодых людей до в этом двух единственных которые на были так что конечно коллектив обновляется мы рады молодежи они всегда приносят такой свежесть новые мысли но подкорректировать их тоже безусловно нет только под четким руководством ольга николаевна возвращаемся конкурсу заставили же сказали ты у нас самое лучшее идешь на конкурс тем более что по секрету скажу наталья борисом сама в 2017 году была победителем такого конкурса правильно заставили ну вы знаете тут ситуация тоже неоднозначно потому что что значит заставить заставить невозможно невозможно еще к не хочет конечно вы сделали вы знаете да в обучении важна мотивация равно как и в любых других каких-то вот жизненных ситуациях наталья борисовна просто вот у кого вот посоветовала наверно попробовать себя в этом конкурсе и сказала что у меня для этого достаточно потенциала вот учительского не дальше под четким мудрым руководством я начала работу по подготовке и участие в каком-то и как это все происходило потому что нам же интересно узнать что это за конкурс такой мы узнаем во второй части нашего разговора напомню что сегодня у нас здесь в студии получается две участницы и две победительницы семнадцатого года это получается 21 до верно конкурсного отбора на денежное поощрение лучших учителей и регионального и федерального уровня дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог сегодня мы говорим о победителях о тех замечательных педагогах которую не только учат наших детей в городском округе любит сын да его по всей стране конечно же но и побеждают и получают даже денежное поощрение звучит это так немножко по военному но тем не менее как это проходит только борисовна рассказывать николай ольга николаевна да может только борис на вспомнилась школы и так как это происходило рассказывать сам процесс он не имеет какой-то какой-то вид шоу это довольно скучный тяжелый и сложный процесс процесс переосмысления того что у тебя есть потому что как вот наталья борисовна говорила это конкурс документов ты сидишь и за последние три года до делаешь по определенному клише такое большое бумажное сопровождение всех своих достижений он то есть по сути дела это аналитическая работа самого педагога с самим собой то есть как бы дневник но после да и вот да и по сути своей это представление работы причем не просто работы а результативной работы я видим эти диаграммы все это да это должно это надо построить диаграмму составить анализ своей работы как учителя как классного руководителя потому что есть там такая графа работа с классом с коллективом и конечно же все все что играет в этом конкурсе это результат конечный результат это победители призеры олимпиады не просто олимпиады а олимпиады много много то есть нужно фактически выдавать на гора до каждый год призеров и победить именно по историческому или общество из теории обществознания право вот правда еще правда что по сути дела вот вправе конечно у нас я имею ввиду люди много не знают поэтому если помогаете ребятам на таком уровне и кто-то заинтересуется видишь адвокат это глядишь на самом на самом деле это правда то есть дети идут в юриспруденцию и ноги из таки был же в периода когда юриспруденцию прямо вы знаете сейчас больше больше специализация важно то есть специалист по гражданскому праву и так далее то есть не просто юрист именно специалист но возвращаясь к конкурсу да что результативность олимпиад потом результативность самого педагога как в профессиональном мастерстве опять это теста да 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 в каком году родился тут нет это тесты связанные с подавать предметной областью и методической методической данность именно формы представления это какой-то параллельная жизнь у вас была профессиональная фактически ну и никто не отменял ни уроки не занятия ничего никто нет так еще что то есть в этом списке а дальше ты прилагаешь доказательства того что ты есть то что ты представил понятно наталья борисовна работа сложно я так понимаю что гимназия не оставила в это трудное время ульгу николаевну в одиночестве помощь была какая-то заказана потому что все таки ну когда выиграли московскую область а потом еще федеральный уровень но это же прям все время как шла работа ну скажем вокруг этого процесса его вокруг ольги никола ну что я могу сказать здесь безусловно работала команда у нас хорошая административная команда в гимназии безусловно мы никогда своих конкурсантов не оставляем без внимания у нас вот год был урожайный нас ольга николаевна победитель у нас победитель в конкурсе учитель года учитель начальных классов она у вас была по моему в студии тоже на полный раз программе да и такой очень творческий год был ваш кабинете я так понимаю все больше и больше становится всевозможных грамот дипломов сертификатов да но я всегда учителям говорю что участие в конкурсе это не просто ради там денежного поощрения грамоты или сертификата вот человек который проходит конкурс он уже он меняет себя он приходит уже совершенно иным он смотрит на себя на себя под другим углом с другого ракурса опять же мотивация другая мотивация другая причем любой конкурс и этот конкурс или конкурс учитель года который замечательный тоже он совершенно кардинально противоположное этому но тем не менее у нас в области еще замечательный конкурс лучший учитель предметник какой бы из этих конкурсов в каком бы учителя не принимали участие мы всегда их поддерживаем стимулируем к этому и я всегда за двумя руками ну почему потому что они находят просвещенные они другие возвращаются и потом растуя как ни крути должна существовать какая-то конкуренция и я так понимаю что в этих конкурсах принимает участие же много безусловно нас слава богу и школы гимназии очень много поэтому иногда сколько вашем конкурсе историков общества как сказать преподавателя общество знания и право сколько там было человек пример ну я вот могу сказать полюберетском муниципальном району я была одна именно данной специализации по области по области побольше но резаться же сейчас востребованы обратите внимание все время об истории президента об истории да а праве все время говорят да об общество знания все время говорят поэтому больше кстати тема математики обратите внимание потому что вокруг все что вокруг нас окружает это общество а понимать это общество учим и хорошо давайте поговорим еще опять же вернемся к нашим деткам замечательно вы сказали что у вас 46 классов вот но я это не так с первого по как помню вас по буквам там идет а бвгд и но у нас по пять классов параллеля старше слава гдд с одной стороны да понятно как вас нагрузка и так далее вот как вы считаете споры по поводу предметников и начального образования они идут еще со времен по моему до того как я например школу пошел вот на сегодняшний день система вообще обучения а наши тоже как медицина у нас время реформируется все время приходит огромное количество всевозможных указаний но в целом мы можем сказать что сегодня попадая к вам в гимназию ребенок получает ну максимально все что можно сделать на сегодняшний день в этом учебном процессе или есть куда расти хитро вопрос вопрос-ответ сразу потому что безусловно мы делаем все что возможно используем все ресурсы которые у нас имеются мы безусловно стремимся чтобы каждому ребенку у нас было комфортно чтобы он получал у нас то ну к чему лежит душа но есть к чему расти однозначно и мы безусловно расставляем приоритеты и подводим всегда очень серьезно проводим аналитику и ставим цели как обычно на августовском педсовете здесь ничего не изменилось еще с тех пор когда лавы партии планы народа нет мы проводим августовский педсовет на котором расставляем приоритеты определяем свою стратегию двигаемся дальше безусловно просто многие говорят да особенно люди пожилого возраста пенсионеры зрелого возраста что вот раньше была учеба вот сейчас что-то нету или это так всегда происходит что старшему поколению кажется что лучше и деревья были зеленее да правильно вот я безусловно вы правы но с другой стороны у нас в коллективе разновозрастные работают педагоги и вот без их бесценного опыта сбалансированная система я повторюсь я уже говорил сегодня люблю просто это сравнение живой организм потому что в этом организме все взаимосвязано ну все правильно и взаимодополняет друг другу ольга вы еще председатель муниципального методического объединения то есть вы еще и начальник по ходу дела да да уже конечно а звучит глобально методическое объединение учителей истории и общества знания городского кулюберца да там собираетесь чтобы выяснить как правильно учить детей истории обществознанию что говорить что не говорить или как но это ну как сказать самое поверхностное впечатление на самом деле методическое объединение это коллектив отдельно он не отдельный мы каждый учитель это из разных школ все вместе мы коллектив и цель метод объединения не просто собраться и что-то обсуждать так как говорили на противном собрании а цель метод объединения помощь помощь поддержка чувство локтя однозначно потому что такое братство на самом деле сложили сам да но историк историка видит издалека поэтому да это братство и взаимопомощь поддержка и скажем так соучастие это то чем мы занимаемся в своем методическом объединении а здесь же поддержка молодых учителей до вновь пришедших потому что когда мы делимся рабочими программами мы почему мы этот не я всем а мы все вместе да все вместе у нас есть телефоны друг друга понятно то есть это постоянно это постоянно взаимодействие и постоянные какие-то соучастие кстати коллеги вот мои из методическое объединение вот когда узнали моем так сказать 4 уфи да своеобразно они поздравили искренне очень поздравили меня с этой вот подчеркать и звук ли мы узнали об этом летом 2 вопроса но сложных на финал первый вы видели сами в интернете наверняка и я лично с этим сталкивался когда задаешь первокурсникам вопрос кто такой например ленин доходят того что говорят там певец или еще кто-то и так далее вот это что такое вы как вот преподаватель то есть есть у нас какие-то значит пробелы в этом деле это не к вам когда относится как вашим просто но это есть почему история иногда проходит мимо детей от учителя вы знаете на мой взгляд это единичный факт возведенный в какую-то такую непонятную мне степень как гуманитаре говорят в новостях не факт еще такой конечно это настолько субъективно можно выдернуть любой факт сделать его абсолютным раздуть до тех пределов и выражаясь современным языком до поймать на этом хайп вот вот ну вот после такое понимаю уже как у вас уроки проходят тогда последний вопрос вам и еще один вопрос для наталья борисовна скажите пожалуйста можете не отвечать на этот вопрос у каждого учителя есть прозвище либо его называют по отчеству до в зависимости от варианта можете вы называть вы знаете об этом она есть да она в положительном направлении лежит да это тоже показали я его знаю это тоже показа это для ваших учеников они же бус мой мы называть не будем мы все знаем я вы знаю а то и борис последний вопрос когда ждать новых победителей и как попасть к вам гимназию если кто-то нас смотрит скажет боже мы такие учителя прекрасные хочу прийти учиться раз и хочу прийти учиться и хочу прийти учить есть такая возможность безусловно есть мы открыты для всех при наличии свободных мест мы готовы принять к нам на обучение но мест нет нет поэтому мы будем ждать в конце концов старшая школа это 10 11 класс у нас конкурсные отборы дети поступают по результатам вступительных испытаний есть положение формирования профильных классов кстати ольга николаевна у нас преподает общество знания на профильном уровне у нас ведутся предметы такие как экономика право то есть у нас его профильные то есть глядишь и политика какого-то или экономиста воспитаем уже в премьер-министр у нас есть такой да мы надеемся мы вас поздравляем еще раз поздравляем вас ольга николаевна с победы в конкурсном отборе на денежное поощрение лучших учителей регионального и федерального уровня также поздравляем наталью борисовну которая да с прекрасным педагогом а меня с прекрасным директором давай с прекрасным директором и напомню что в гостях у нас были директор гимназии номер 56 наталья борисовна мартирусова и ольга николаевна егорова учитель гимназии номер 56 учитель истории и общества знания поговорили интересно и мне кажется что кому-то правда очень захочется к вам прийти всего вам доброго и с наступающим осенним праздником учителя это программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания